И злокачественные опухоли кожи. Я ими заканчиваю. Но есть три вида рака кожи, да, то есть злокачественные опухоли кожи. Базально-клеточный рак, вот некоторые его формы, и плоскоклеточный рак. Уже базально-клеточный рак – это единственный пример в онкологии злокачественной опухоли с доброкачественным течением. Длительно-длительно, медленно растет. Инвазия возникает уже через несколько лет. Метастазов, как правило, нет. Вот плоскоклеточный рак кожи – это уже гораздо более агрессивный рак. И меланома кожи – самая агрессивная опухоль, одна из самых агрессивных опухолей вообще. Факторы риска рака кожи, плоскоклеточного базального клеточного, ультрафиолетовое облучение. Причем, если для меланомы имеет значение ожоги, особенно в действии, то здесь просто общая экспозиция к ультрафиолетовому облучению. Кумулятивный риск, ионизирующий излучение, кожа чувствительно к ионизирующему излучению. Это контакт кожи с различными химическими канцерогенами. Первую пятерку во всех странах ходит. В Австралии на первом месте рак кожи и меланома кожи. Видите, какое большое количество профессиональных канцерогенных вредностей и других. Считается, что вот все мы ходим в крашенной одежде, потеем, и это тоже повышает риск рака кожи. Потом наша вся одежда, это что хлопок, что там пестициды и минеральные удобрения, это все канцерогены. Поэтому даже хождение в такой одежде повышает риск рака кожи. Надо выращивать самим, значит, холщовые ткани и в них ходить. Так получается, да. Ну, различные, тоже пупеломовирусная инфекция и большое количество предрак. Как для меланомы, так и для рака кожи имеет значение, основная причина ультрафиолет, имеет значение так называемый фототип. И факторы риска меланомы кожи, дальше фототип я покажу. Тоже, опять же, ультрафиолетовое облучение. Вот здесь еще имеет значение меланоопасные неусы. Общее количество неусов на теле человека. Нет таких людей, у которых не было пигментных неусов. И вот эти фототипы, да. Шесть фототипов по таблице Фиспатрика. Вот чем светлее, вот это так называемый кельтский тип, рыжий человек, но здесь все женщины, это все знаменитые актрисы, медийные лица. Поэтому я их тут вот привожу, сам их собрал, да. Вот чем светлее, вот кельтский тип, рыжий с веснушками, да. Затем темнее, темнее, темнее. Ну и самый низкий риск и рака кожи, и меланома кожи у негроидной расы. Они очень счастливчики, потому что у них меланома только в основном на коже ладони, на коже стопы. Раком кожи они практически не болеют, потому что защищены от ультрафиолета. И предраковые заболевания кожи. Посмотрите, как их много. Это касающе, значит, базилиомы и плоскограничного рака кожи. Чаще всего, чаще всего актинический кератоз. Ну, распространенность, очень противоречивые данные в литературе, но есть данные, что до 25% людей, уже вот старше 45-60 лет, имеют вот эти очаги актинического кератоза. Вот так они выглядят. Я привел только, у меня тоже большое количество картинок на эту тему, только самые такие главные. Пигментная ксеродерма, к счастью, редкое заболевание генетическое. Красный проский лишай, крауроз вульва, и это уже достаточно часто. Кератокантома, хронические язвы голени любой природы. Тут тоже это предраковые заболевания для кожи. Эритроплазия кейра, которая чаще всего на коже, на слизистые полового члена. Болезнь Боуина, это уже внутриэпидермальный рак. И пигментные невусы. Вот посмотрите, какая ситуация. У взрослого человека варьирует от нескольких невусов до тысячи и более. Один английский доктор заботился проблемой найти белого человека без пигментного невуса. Просмотрел, я читал его работу, более трех тысяч людей. Ни одного не обнаружил. Я тоже заботился этой проблемой. Я пока еще ни одного не встретил человека, у которого бы не было пигментных невусов. Вот они, как правило, ребеночек раздаются с чистой кожей. Потом они начинают появляться в детском возрасте, в периоде полового созревания, период гормональных перестроек, болезни стимулируют их развитие, переменопузальный период, как у женщин и мужчин. А если человек становится старше 80 лет, они начинают спонтанно регрессировать. Но в среднем, в среднем, до 40 невусов имеет каждый человек на коже. Зачем они нужны? Кто может назвать их функциональную роль? Вот для чего они нужны? Вот единственный ответ. Для того, чтобы там возникла меланома. И посмотрите, один из 10 тысяч невусов подвергается малигнизации. Травматизация, конечно, имеет значение ожоги и так далее. И вот есть международные признаки малигнизации невуса, потому что большинство меланом возникает в результате малигнизации невуса. Идут споры, может возникнуть до нового, но чаще всего пациент просто не знает. Приходит с меланомой, да, невус, да, был невус. А иногда он просто не знает, это может быть маленький невус. Он просто говорит, не знаю, не было. И вот в нашем институте, у нас центр международный по изучению и лечению меланомы, и это из докторской диссертации одного нашего ведущего специалиста в этой области. Он эти международные признаки расположил вот как бы в порядке возрастания. Первое, что появляется, исчезновение кожного рисунка. Это под лупой мы можем видеть, на пигментном невусе исчезает кожный рисунок. Блестящая глянцевая поверхность, меняется форма. Горизонтальный рост невуса начинается, да. Вширь появляется зуд, жжение, шелушение поверхности. Это все уже, все это уже меланома, да. Ну, у нас с самого начала меланома. Ну, просто как это вот последовательно развивается. Выпадают волосы. Депигментация очень опасный симптом. И наоборот, или увеличение пигментной окраски, или наоборот депигментация. Появляются мелкие точечные узелки, то есть это уже внутрикожные метастазы. И потом начинается вертикальный рост невус. Вверх и в кожу, да. И меняется консистенция, изъявление появляется, воспаление, моктность, кровоточивость и дочерний метастаз. Вот меланоопасные невусы. Да, к счастью, они достаточно все редкие. И наиболее часто мы имеем дело с диспластическим невусом. Вот так он выглядит. Это диспластический невусный синдром. До 8% населения имеют вот эти меланоопасные невусы. Как правило, они множественные. И меланоз дубрель. Значительно реже, чем диспластические невусы. Но тоже нередкое заболевание. Чаще на лице. Вот так это выглядит. И первичная и вторичная профилактика как немеланомного рака, так и меланомы кожи. Это избегать ультрафиолетового облучения. Вообще избегать. Любого. Солярия. Особенно опасно в действии. Вот когда я работал в Австралии. Социальная реклама. Везде, везде висит. Надень рубашку. Носи шляпу. Намажься солнцезащитным кремом. Но это им навязывают. Это правильно. Не пользоваться солярием техникой безопасности на производствах. Избегать травмирования невусов. Травмировали удалять. Удалять невусы в местах возможного травмирования одежды. Обязательно удалять любые невусы на ладони, на стопе. И выявление лечения меланомоопасных невусов кожи. Это врач любой специальности должен делать. Не только дерматолог. Не только онколог-дерматолог. Не только онколог. И есть скрининг. Пока только изучается. Как немеланомного рака, так и меланомы кожи. Его как такового нет. Но прогнозируется, что он будет. Каким образом? Используются современные возможности. То есть пациент фотографирует свой невус. Участки кожи с невусами. И направляет их на специальный сайт. Где идет компьютерная обработка изображений. И подозрительные невусы попадают к врачу-специалисту. Который определяет, что да, это опасный невус. Или меланоопасный. Или это уже меланома. И приглашает его для лечения. Я сам этим занимаюсь. У меня есть ряд случаев, когда мне пациенты с Дальнего Востока. Вот сейчас женщина. Пришла на массаж. Массажист говорит. Ой, мне не нравится твое пятно. Они его сфотографировали. Прислали мне. Я смотрю. Меланома. Все ее признаки. Я тут же ее приглашаю. Нет, вернее. Я говорю. Иди срочно лечись. Она приезжает сюда. В наш институт. Тут подтверждается диагноз меланомы. Она удаляется. И благоприятный прогноз. И по прорастанию. И вот, пожалуйста. Это возможно. Но только если это поставить на поток. То тогда это будет возможно. А так вот. Онкологическая настороженность дерматологов. И врачей других специальностей. Визуальный осмотр кожи. Дерматоскопия. Не только дерматологами. Но и онкологами. И другими врачами. Есть химиопрофилактика рака кожи. Большое количество лекарственных препаратов. Рекомендовано для этого. И смотрите. Ретиноиды. Нестероидные противовоспалительные средства. Они доказали свою эффективность. И местные средства для лечения актинического кератоза. Самого частого предракового заболевания кожи. Видите. Пять препаратов зарегистрированы. И среди них есть таргетный препарат. Вы смотрите. Ингенол мебутат. Три дня лечения. 40% регрессии актинического кератоза. Ну очень дорогой. И в нашей стране. К сожалению пока не зарегистрируют. Есть химиопрофилактика. Меланома. Это тоже ретиноид. Это лечение диспластических невусов. Показано. Они будут множественные. Попробуй их все удалить. И показано. Что идет регрессия этих невусов. И они даже превращаются в немелана опасные. И заканчиваю я европейскими рекомендациями по профилактике рака. Это европейский кодекс профилактики рака. Опять же вот смотрите. Это предмет социальной рекламы на Западе. Четвертая редакция. Мой опыт. Я вот не спрашиваю мурманчан. Мой опыт. Говорю. Доктора. Ну поднимите руки. Кто знает европейский кодекс профилактики рака. Не поднимают. Не знаю. Да. Вас спрашивать не буду. Не курить. Бороться с пассивным курением. Нормальная масса тела. Физическая активность. Здоровое питание. В одном тезисе изложено. На что у меня 18-часовые есть курсы. Не пить алкоголь. Не допускать избыточного солнечного облучения. Техника безопасности на канцерогенопасных производствах. Радон проветривания помещений. Как офисных рабочих, так и домашних. Для женщин. Рекомендации по репродукции. И кормление грудью. Каждый год кормления грудью снижает риск рака молочной железы на 7%. Серьезнейшая мера. Но только до 30 лет. Но вот только с одним я здесь не согласен. Вы посмотрите, что пишут. Менопузальная гормональная терапия. Это же доказательная медицина. Консенсус онкологический. Повышает риск рака определенных злокачественных опухолей. Ограничьте использование заместительной гормональной терапии. Это говорят западным женщинам. Это же все английский язык. 90% из которых находятся на менопузальной гормональной терапии. В нашей стране 5-7%. Меньше 10%. Наших женщин может это меньше касать. Но это этим женщинам бомба взорвалась. Да, действительно, менопузальная гормональная терапия повышает риск рака молочной железы. Ну и что? Это люминальные раки, это благоприятные раки. Мониторинг своевременного явления и щадящие, в том числе, экономически дешевое лечение. Вот и все. А польза отмена пузальной гормональной терапии значительно выше, чем вот это повышение риска рака молочной железы. Это омоложение женщин. Это значит уменьшение всех этих приливов в упадении волос и повышение качества жизни. Это борьба с урологическими нарушениями, которые на второй фазе возникают. Снижение риска остеопороза, инфаркта, инсульта и так далее. Поэтому всегда нужно освеживать баланс пользы и вреда. Прививки, да, вакцинация против рака, возможно, от гепатита B и от вируса попелома человека. И программы скрининга, три о которых я говорю. Есть настораживающие симптомы рака. Это все не специфические симптомы. Но, тем не менее, может быть и ранний рак, и это тоже предмет социальной рекламы на Западе.